Здравствуйте! У всех у нас есть приятные впечатления и воспоминания о каком-либо месте или событии. У меня таким приятным воспоминанием является яблоневый сад, освещенный теплыми летними лучами солнца. Сегодня мы с вами будем создавать пейзажную композицию «Яблоневый сад. Средствами графики». Материалы, которые нам понадобятся для работы. Лист бумаги. Мы выбираем акварельную бумагу для того, чтобы подчеркнуть возможности графические угля. Уголь рисовальный, древесный. Прессованный уголь. Ластик обычный твердый и мягкий ластик клячка. Карандаши с угольным стержнем разной мягкости и резак. Растушки большего и меньшего размера. Лак для закрепления готового рисунка. Бумажный скотч для закрепления бумаги на рабочей поверхности. Мы возьмем фотографии пейзажных мотивов «Яблоневого сада» и рассмотрим их. На представленных фотографиях изображены совершенно разные пейзажные мотивы. Мы выберем наиболее понравившийся и наиболее близкий нашим впечатлением. С данного пейзажного мотива, с данной фотографией мы попробуем создать эскизы будущей графической композиции. Для начала нам следует сделать небольшие предварительные форэскизы будущей пейзажной композиции. Начнем с того, что на небольшом листе бумаги нарисуем прямоугольники, повторяющие пропорциональное соотношение нашего будущего листа. Попробуем изобразить композицию пейзажного мотива с высокой линией горизонта. Следующий вариант. Попробуем сделать линию горизонта более низкой, для того, чтобы показать больше кроны деревьев и неба. Третий вариант поиска композиции. Попробуем сделать линию горизонта чуть выше середины листа. Для того, чтобы показать яблоки на первом плане, а также свет, проникающий между деревьями на дальних планах. Остановим свой выбор на третьем варианте композиции. Посмотрим пример более подробного эскиза, выбранного пейзажного мотива, выполненный уже в материале углем на формате бумаги А4. Для начала работы берем лист, крепим его к поверхности стола бумажным скотчем. Берем рисовальный уголь мягкий и начинаем намечать будущую композицию. Рекомендую начать определение линии горизонта и раскладки общих тональных пятен будущей композиции. Начинаем прорисовывать основные детали композиции, в частности, яблоневые деревья. В данном случае работать углем можно уже и как по аналогии работы карандашом, то есть кончиком мелка. При работе углем мы стараемся держать его большой поверхностью ребром к бумаге, для того, чтобы наносимые на поверхность бумаги пятна были наиболее мягкие и легко можно было их растушевывать в ходе работы. Стараемся обобщить полученные пятна, так как на данном этапе работы важны не детали, а общее тональное решение. Набираем тон в кронах деревьев. То есть верхняя часть листа у нас будет в тоне, а свет будет лежать на горизонте, как бы за деревьями нашей композицией. Плавно переходим к набору тона на первом плане нашей композиции, где мы планируем разместить упавшие яблоки. Намечаем группами яблоки. Предполагается, что они будут смотреться светлыми на темном фоне, то есть в тени деревьев на траве. Стараемся учитывать пропорции и плановость композиции. Ближайшие к нам яблоки будут крупнее, те, которые дальше будут меньше размером и менее прорисованы. Продолжаем набирать тон. По ходу работы стараемся придерживаться принципа воздушной перспективы. Для того, чтобы передать глубину пространства, стараемся, чтобы дальний план был более обобщен, а ближний более контрастен. Тоненьким кончиком уголька мы можем прорисовать небольшие детали, в особенности деревья на дальнем плане. Пятлями стараемся передать тени на кроне деревьев. Немножко утемняем дальний план для того, чтобы подчеркнуть свет на поляне за деревьями. Детализируем первый план. Попеременно стараемся вести работу в целом, поэтому переключаемся на большие отношения. После переходим к детализации на ближних планах. Потом снова переходим к обобщению. Растушевывать уголь можно как растушками специальными, так и ватными тамподами. Но я предпочитаю растирать пальцем. Продолжаем работу. Стараемся показать падающие тени от ветвей деревьев на среднем плане, чтобы подчеркнуть характер освещения. Солнечный ясный день. На первых планах стараемся выразить игру тени света. Прорисовываем крону ближних деревьев. Стараемся по ходу набора тона прорисовывать некоторые ветви. Ветви яблони имеют очень пластичный характер, интересные формы. Поэтому это одна из причин, почему нас вдохновил именно мотив яблоневого сада. Какие-то пятна мы стараемся делать более обобщенными и растушевываем их для того, чтобы они уходили в глубину, вдаль. Некоторые мы набираем достаточно жестко и не растираем для того, чтобы подчеркнуть контраст. Таким образом мы стараемся показать, что кроны деревьев объемные. Намечаем общее движение направления ветвей в рисунке к центру, преимущественно к центру листа для того, чтобы композиция была гармонична. Прорисовываем ствол ближнего к нам дерева. Стараемся, чтобы линия была не сплошной, где-то ветви видны, где-то они спрятаны за листвой для создания большей реалистичности. Работаем ластиком так же, как мы работаем углем, то есть рисуем светлым по темному. Выбираем некоторые места из теней, высветляем сами яблоки, усиливаем контраст между тенями и светом на переднем плане. По ходу прорисовывая детали яблони, траву. Стараемся создать эффект солнечных пятен в тени травы. Используем растушку для того, чтобы обобщить некоторые пятна и сделать первый план более цельным. То есть с помощью растушки мы растушевываем свет и немного смешиваем его с темными пятнами для того, чтобы получить такой мягкий цельный оттенок. Таким образом яблоки, особенно те, которые находятся на дальнем плане, будут видны, но при этом не будут, условно говоря, дробить нашу композицию. Продолжаем детализировать первый план. Усиливаем падающие тени от яблонь на среднем плане. Для того, чтобы подчеркнуть характер освещения, сделать рисунок более выразительным. При этом необходимо соблюдать цельность и обобщать тени свет на среднем и дальнем планах для того, чтобы соблюсти правила воздушной перспективы. Продолжаем детализацию. Используем карандаш с угольным стержнем для того, чтобы более тонко проработать некоторые детали, в частности, стволы деревьев, листву. Уголь порой слишком мягкий для каких-то тонких деталей и удобнее воспользоваться таким карандашом. Стараемся прорисовать более подробно ветки и листву у ближайшего дерева для того, чтобы переход от первого к дальнему плану был более плавным и реалистичным. Используем ластик-клячку для того, чтобы высветлить некоторые места в работе. Этот ластик мягкий и очень хорошо удаляет слой тона, особенно при использовании угля как графического материала. При этом он не стирает полностью изображение, а удаляет только верхний слой. Усиливаем падающие тени. Делаем их более контрастными, выразительными. Повторяем плавный изгиб ветвей в тенях. Добавляем некоторые детали на дальний план. Прорисовываем ветви. Снова выбираем клячкой пробелы. Прорисовываем пробелы между листвой для того, чтобы показать пространство, небо. Для того, чтобы у нас не получилось крона листьев, как стена в нашей картине, чтобы были разрывы. Некоторые деревья на дальнем плане мы можем обозначить ластиком, как светлые вертикальные линии. Такие намеки на стволы, на лес, может быть, на дальнем плане, или продолжение сада. Уточняем форму стволов. Также ластиком убираем лишнее. Корректируем рисунок. Высветляем самые светлые места. Освещённую поляну за деревьями. Усиливаем контрасты, высветляя между падающих теней какие-то отдельные островки света. Немного обобщаем дальний план. Завершающие этапы это блики на переднем плане, на яблоках, на травинках. Последние детали. Стараемся не пересчитать одинаково в одну силу все яблоки на первом плане. Какие-то будут более светлыми, какие-то будут более обобщены с травой и нейтральны по тону. Где-то у нас пролегают насыщенные тени. Стараемся избежать однообразности в решении первого плана. Работу можно считать завершенной. Этот мастер-класс для вас провела Филиппова Людмила, старший преподаватель кафедры рисунка и графики Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Законченную работу необходимо закрепить фиксативом. Это может быть как специальный фиксатив, так и обычный лак для волос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова